Громко, сильно, она сказала, свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни. Так это было. Прямо глядя в глаза, и в глазах такое полное бессилие, вот как будто бы, не то чтобы прощался, но как будто бы точно хотел со всей своей энергией внутри мне это сказать. И я ответила, что я знаю, потому что это было абсолютно взаимно, 100% у меня внутри ощущение точно такое же было, но просто кроме «я знаю» ответить даже я ничего не смогла, я растерялась. Я высказала возмущение по поводу того, что происходит, потому что все, что ему инкриминирует, это полный бред. Я считаю, что вот эта вот история о том, что сопротивление сотрудникам милиции, но давайте будем честными, если бы они выполнили свою работу верно, если бы они предоставили это удостоверение, как и положено, то, соответственно, этой бы статьи у него бы не было, правильно? Представьтесь, пожалуйста, кто вы такой, предоставьте служебное удостоверение. Представьте, мы не знаем, кто вы такие. По поводу организации массовых беспорядков это тоже откровенный бред, потому что когда такое количество народа против, то это не массовые беспорядки, это голос, который люди говорят, и, соответственно, он должен быть принят как минимум во внимание. Не в ответ так вот насилием и злостью, а как минимум какими-то адекватными действиями, которых не произошло. Меня спросили, агрессивен ли он, конфликтный ли, я сказала, что нет, потому что на самом деле нет. То есть он решал так много вопросов по поводу работы, так много всего лежало на его плечах, и даже если вдруг мы все люди, и где-то там человек мог прикрикнуть, я не считаю, что это конфликтность и реагрессивность, потому что просто человек устал, он мог так сказать, там всякое у нас бывает. Поэтому он вполне адекватный, очень умный на 100%. Просто мне кажется, все те, кто сидел в зале, даже наполовину не настолько умные, как он, вот откровенно говоря. Вот задавали вопросы по поводу того, что, по поводу его работы, как я могу его охарактеризовать, знаю ли я что-то. Да, естественно, я знаю, я прожила с человеком не 5 дней, конечно, знаю. И миллион было ситуаций, из которых он выходил, которые, если надо было решить в 7 утра, он решал их в 7, если надо было решить в 12, решал в 12. Особенно, когда он сотрудничал со всякими сельсоветами, там вот этими государственными организациями. Мы все знаем, как там все происходит, как там надо пройти тысячу и одну инстанцию, чтобы получить деньги, которые ты честно заработал, за работу, которую ты выполнил. И часто их даже не платили, но человек все равно продолжал что-то делать. Но мне кажется, это о многом говорит. Романтичного? Ну, сразу почему-то вспомнилась история, как мы с ним на мотоцикле ездили в Киев. То есть это долго. Да, мы проснулись утром, там, в 6 утра, в 7 у нас был выезд. Вот шел дождь, у нас были дождевики, мы так романтично, мы поехали, промокали. Вот, было, ну, знаете, так совместное прохождение каких-то таких мини-препятствий, таких некомфортных условий. И это очень много сказала нам друг о друге, потому что хорошо, когда, ну, как говорят, с милым и рай шалаше, но вот это на самом деле или так, нужно еще проверить. Вот, это было очень круто, очень здорово. И я помню, как мы просто, есть такой большой-большой мост, очень высокий, там два их, с одного, как бы, с части города на другую ведет. А я дико боюсь высоты, и он меня так держал за руку и говорил, я с тобой, ты ничего не должна бояться. И на самом деле я прошла этот мост, я дико боялась, но эти слова меня как-то успокаивали. Я ему пишу письма, но они почему-то, я не знаю, либо это только со мной так, либо это, в принципе, сейчас так. То есть я, допустим, пишу три письма, максимум одно доходит, и потом там мне только через месяц ответ. Ну, там, через три недели, через месяц. И, честно, мне кажется, по пальцам можно пересчитать вот эти письма, потому что я не знаю, почему так. Надеюсь, что у всех так, не только со мной. Недавно последнее письмо мне открытку прислал с ежиком о том, что получил мою посылку и очень был счастлив. И он хотел, он любит так кушать, чиабатта, сливочное масло и какие-то там петрушка, укроп, вот такое. И я ему это все переслала, а масло нельзя было. Но я в посылке написала, зачеркнула и дала понять, что я хотела, но нельзя. Вот. И он мне пишет, что я так хотел. Ну, ладно, ничего страшного, как-нибудь потом. Вот, но сказал, что все равно было очень вкусно. Вот это здорово, что хотя бы такую маленькую радость можно подарить человеку. Насколько это вообще возможно в тех условиях. Всех любим. Я гражданин. Я просто гражданин. Он очень любит ежиков. Вот. И у нас, когда мы жили вместе, у нас была ежик Лизка. Вот. Но она умерла сейчас. И он очень похож на ежика. Он просто даже, когда мы сидели в суде, я на него смотрела, и он пытался мне делать масочки ежиков. Вот просто эта вот гримаса, вот серьезно, вот, знаете, поставить картинку его лицо, это 100% совпадает. И вот как-то, ну, он и по характеру такой. То есть, вот, именно с близкими людьми, там, и с внешним миром, он разный. То есть, если в внешнем мире он такой, типа, колючий, я всех победю, все защищу всех, там, и так далее, и так далее, то в жизни все равно это приходит, который раскрывает свои колючки, который так прижимается, и, знаете, вся вот эта доброта, забота, она сразу все вот так раскрывается. Я помню, кстати, очень интересный случай. Он утром, когда пытался худеть, бегал, либо ездил на велосипеде, и вот как-то очередное утро он выезжает на велосипеде, я, естественно, сплю и не хочу ничего делать просто, как прекрасно утро, когда ты спишь, а не когда активничаешь. И, в общем, он приезжает, побитый локоть, побита нога, весь лохматый, но с сиренью. Я говорю, что произошло? Я так хотела нарвать тебе сирене. Я подумал, будет лучшим выводом, лучшим ходом, если я стану на велосипед и сорву, потому что там была красивая. Это было что-то. Ну вот, то есть, всегда обязательно мелкие приятности, то есть жизнь в мелочах, в принципе, заключается, и вот очень много было приятных мелочей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok